Рыбак Каждое утро уходил он на озеро, а на берегу его ждала невеста, красавица Жавинта. Быть бы скоро свадьбе, да не вернулся однажды рыбак. Много дней пушевала буря, заглушая плачь одинокой Жавинты. А в одно ненастное утро прибил к берегу пустую лодку. Не поверила Жавинта в гибель любимого, сел в лодку и пустилась в дальний путь. Стихла буря, но долго еще слышали люди на берегу, как кричала, плакала, звала своего возлюбленного Жавинта. Жавинта. И до чего ж удивился народ, когда высоко в поднебесе вдруг появилась невиданная птица редкой красоты. Она безмолвно кружилась над озером, и тогда узнали люди в этой птице, потерявшую от горя голос Жавинту. С тех пор каждую весну слетаются сюда белые лебеди. А озеро так и зовется Жавинтас. Древняя легенда начинается с приблизительного давным-давно. Но наука точна. И в исторических архивах отыскался документ, где впервые упоминается о лебедях на литовской земле. Хроника 15 века. За что в те далекие времена полюбили люди этих птиц? За независимый вид, гордую осанку, белоснежное оперение? Это науке неизвестно. Зато известно точно, что истребляли лебедей в 15 веке за, увы, ту же красоту. Великий князь Литовский в 1529 году даже штраф положил за разорение гнезда лебединок. Напугал штраф людей или нет? Но птиц они успели спугнуть. По всей Литве. Понадобились века, чтобы лебеди вернулись на литовские озера. Орнитологи в своих научных записках отмечают, здесь с 1937 года происходит естественная реаклиматизация лебедей-шипунов. И тогда же озеро Жувинтес было провозглашено первым в Литве заповедником. Обживались шипуны постепенно. Заводили потомство. На зиму улетали за тысячи километров. В Данию, Голландию, Германию весной возвращались семьями домой. Теперь их в Литве до четырех тысяч. Сотни лебедей остались хозяевами Жувинтеса. Даже в войну, когда здесь дважды проходила линия фронта, лебеди продолжали строить гнезда, отстаивая право заповедной земли на мир и покой. Из горького наследия веков у людей осталась заповедь «Не причини зла лебедю, да и всему живому на земле». Заповедь, заповедный, заповедник. Соседство науки и легенды. Непреложность факта и торжество чуда. На первый взгляд, работа орнитолога кажется однообразной. Ежедневное, ежемесячное, ежегодное наблюдение за птицами и бесконечное необходимое науке кольцевания. А результаты сказываются через год. КОНЕЦ КОНЕЦ Казалось бы, при такой заботе жизнь птиц должна быть достаточно безмятежной. Спасите лебедей! Телефонный звонок в дирекцию заповедника содержал и просьбу о помощи, и призыв к исполнению профессионального долга. Летняя жара иссушила маленький пруд в Капсусском районе, и целая семья лебедей оказалась обреченной на гибель. Решено было переселить лебедей в Жувинтас. КОНЕЦ Внезапный страх сразу проходит, как только становится ясно, что это не больно, что люди желают добра. Но затем лебединую семью начинают волновать вполне житейские вопросы. Но что там за новый район? Как с питанием? И, наконец, каковы соседи? Все, конечно, устроится, и в списке птичьего населения в Жувинтасе добавится еще одно семейство лебедей. В ноябре стаи пернатых трогаются в дальний путь. И вот уже четвертый год вслед им печально смотрят две птицы. Актерская судьба, как известно, складывается непросто. Даже если актеры – лебеди. Несколько лет назад Ленинградская телестудия снимала в здешних краях фильм «Остров Серафимы». Для участия в съемках прибыли из города лебеди-кликуны. «Остров Серафимы» И после шумного успеха на съемочной площадке две красавицы-актрисы, две грациозные кинозвезды остались с видом на жительство в Жувинтасе. Но, как утверждает наука, особенностью птичьего населения в заповеднике является лебедь-шипун. Да и сами шипуны давно уж освоили свое предназначение быть главной ценностью Жувинтаса. Кликунов они встретили далеко не дружелюбно. Самцы не прощали им иной породы, а может иной судьбы. Самки, те просто видели в них опасных соперниц. Осенью, когда все птицы потянулись к югу, они узнали, что искусство, оказывается, требует жертв. Лебедь с подрезанными крыльями летать не может. Люди помогли птицам перезимовать. Весной вся лебединая стая принялась за строительство гнезд. И тут выяснилось, что эти эмансипированные особы, как, впрочем, все женщины на свете, хотят иметь дом, семью, детей. История эта была бы слишком печальной. Однако работники заповедника решились подложить в гнездо кликунов яйца лебедей-шипунов. В ожидании лебедят обе птицы сидели в гнезде по очереди. А когда появились птенцы, трогательно ухаживали за ними, деля поровну семейные обязанности. Маленькие шипунята были настолько привязаны к обеям и матерям, что, отрастив к осени взрослые крылья, не улетели со всей стаи. У сотрудников заповедника есть мечта – всю республику сделать заповедной, безопасной для птиц зоной. И как бы подтверждая гуманность и благородство таких замыслов, лебеди без страха осваивают новые районы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Может из уверенности в человеческой доброте облюбовали птицы не только дикие болота и озера, но и этот старый пруд в новом современном городе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Облюбовали, сели, выстроили гнезда, завели детей, чувствуя, что здесь их не обидят. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И в жизни людей что-то изменилось. Чуть больше стало тепла, света, улыбок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну а там, где есть дети, никуда не деться от проблем воспитания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего. Это пока приходится их заставлять, подталкивать, контролировать. Словом, учить уму разуму. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пролетят над заповедником, над городом, над Литвой, прощаясь до весны с той землей, что стало им домом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И закружатся в воздухе и опустятся на землю то ли белые лебединые перья, то ли первые зимние снежинки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА